Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». Если вы давно были в библиотеке, то, поверьте, будет чему удивиться. Сегодня читальные залы – это яркие тона, удобные места для чтения и масса развлечений для маленьких и взрослых. А в числе сотрудников – профессиональные художники, музыканты и даже выпускники радиоуниверситета. А как иначе справиться с новыми тенденциями? Сегодня, в Общероссийский день библиотек, об этом мы не только говорим с Татьяной Николаевной Окружной, директором Рязанской областной детской библиотеки. Татьяна Николаевна, как давно существует профессиональный праздник и как он проходит в Рязани? Нашему празднику уже 19 лет. По инициативе Российской библиотечной ассоциации, есть такая общественная организация в России, 27 мая был объявлен Общероссийским днем библиотек. Но это дата не случайно, 27 мая. Она совпадает, кстати, с датой основания Санкт-Петербурга. И в этот день Екатерина II подписала указ об основании первой публичной российской библиотеки. Читают сегодня много. На мой взгляд, современные гаджеты все-таки немножечко отдаляют от бумаги. Хотя мне очень жалко вот это ощущение книги, запах. Мы стараемся быть интересными. Мы стараемся шагать с ними в ногу. Допустим, у нас есть страничка ВКонтакте, у нас есть друзья, да. Мы рассылаем наши новости. Мы запускаем новости о наших конкурсах тоже в социальных сетях. Так что мы используем новые технологии. Мы современные. Да, и новые технические средства. У нас сегодня весь стол буквально в картинках, в интересных вещах. Расскажите, они неспроста у нас? То есть о чем-то конкретно можно сказать? Кроме того, что мы собираем коллекцию хороших детских книг и выдаю ее всем желающим, но мы еще и сами стараемся подсказать другим детским библиотекам, как работать. Для этого выпускаем определенные пособия. Ну и здесь я принесла еще и объявление о нашем замечательном уже традиционном празднике читающей почтовой, который только что от воскресенья отшумел, так сказать, на нашей перекопанной улице почтовой. Но это не жара, не то, что у нас ремонт на улице не помешало прийти. К нам пришло, наверное, около ста посетителей. Вся библиотека была заполнена. И они делали то, что им нравилось. А чем отличается вот этот день от всех остальных, когда люди тоже могут прийти, посмотреть, почитать, пообщаться с вашими сотрудниками? Наверное, меньше сюрпризов, потому что здесь ждали их мастер-классы по бисероплетению, по плетению из проволоки, по складыванию кукол, по оригами, уроки бесплатные рисования, много очень викторин. У нас на свежем воздухе работал литературный дворик, где литература о растениях, животных Рязанского края и, соответственно, и задания. Сделай там улитку, сделай черепашку. Ну, в общем, это игры, соревнования, веселые конкурсы вокруг книги. Мы хотим детям на этих праздниках показать, что это радость – уметь читать, знать книгу, общаться с ней. Были какие-то курьезные случаи. Знаете, взрослые обычно совершенно не знают ни авторов. Пытаются их соединить просто так, что, мне кажется, удивлением это мало назвать. Так вот, какие-то случаи такие вспоминаются сейчас? Я хочу вот об этом празднике дополнить. Какие курьезы? Вот, допустим, один мальчик, пяти лет, он ни за что не хотел идти в библиотеку. Он понял, что его ведут опять в детский сад. И на все пойдем почитаем, пойдем выберем книгу, пойдем поиграем. Он отвечал – нет. Я не знаю, что произошло потом в результате его путешествия по всем нашим трем этажам, но я его видела уже через час. Когда его папа тянула из библиотеки, он говорил – нет, я не уйду. Я еще вот тут не был, я вот это еще не сделал. Я тут не получил приз. Вот такое. И еще курьез какой. Мама тоже, оказывается, привела ребенка впервые к нам на праздник и говорит – да я хожу по улице Почтовой, вижу вашу вывеску. Думаю, маленькая библиотека. А тут несколько этажей, и все так интересно. Так что курьезный это случай или полезный для нас вам судить? Может быть, действительно стоит что-то сказать родителям, которые не прививают любовь к книгам, к чтению, которым, в общем-то, все равно вот школа сейчас закончилась, да, и кроме какой-то школьной программы, набора, да, обязательного, может быть, кто-то не возьмет другую книгу в руки, а напрасно? Вы знаете, мне очень обидно бывает видеть картинки, когда ребенок, можно сказать, с упоением роется в книгах, потому что есть у некоторых такое любимое занятие – рыться в книгах, а в это время мама стоит и дергивает его. Ну, давай быстрей, давай быстрей, мы с тобой взяли уже по программе, и все. То есть даже невключенность родителей в детское чтение – это тоже не очень хорошо. Не мешайте, ради бога, не мешайте. И еще очень хорошо, когда вы будете помогать, когда вы с малолетства будете с ребенком рассматривать книгу, читать ему и не бросать это как можно дольше, совместное чтение книг. У нас есть литература для родителей, чтобы они умели воспитывать своих детей. Мы выписываем журналы для родителей, вы знаете, какие они дорогие, а у нас можно взять их бесплатно. Очень много журналов для детей, весь спектр детских журналов. Мы недавно еще один праздник провели и посвятили его… Дню рождения, да? Да, 90 лет журналу «Мурзилка». Нас с журналом «Мурзилка» связывает дружба еще и потому, что уроженец Рязанской области Анатолий Васильевич Митяев, очень хороший детский писатель, к сожалению, он ушел из жизни, 12 лет работал там главным редактором. И мы провели… Есть такая акция, наверное, слышали о ней. «Ночь в библиотеке», а детское измерение – это библиосумерки. Вот у нас были библиосумерки или библиовечер в стране Мурзилии. Все задания по «Мурзилке» дети выполняли тоже с удовольствием. И прошел конкурс, дети очень много подарков сделали. Сделали Мурзилку из гороха, связали из макарон, написали ему стихи, нарисовали Мурзилку во всяких видах, во всех приключениях. Так что тоже был очень веселый праздник. Меня всегда удивляют сотрудники библиотек, когда нужна какая-то информация небольшая. И вот из всего этого огромного хранилища выходит сотрудник, вот этот маленький, но нужный абзац, всегда закладочка. Расскажите о тех, кто у вас работает. Сейчас я только с такого небольшого собрания по поводу Дня библиотек мы поздравляли своих коллег, они награждены. Кто премией профессионального мастерства имени Любови Николаевны Гладковой, кто грамотами Министерства культуры и туризма Рязанской области. Ну, было такое небольшое торжественное собрание. Я видела глаза своих сотрудников, и мы поздравляли друг друга и говорили, как хорошо, что мы работаем в библиотеке. Очень многие люди верны ей. У некоторых такая история. И уже продолжаются династии, династии библиотечные. То есть мама библиотекарь, и дочь пришла в библиотеку, это Наталья Булатова. Что же их связало с библиотекой? То, что, вот, например, моя заместитель Светлана Станиславовна Вайло и руководитель отдела искусств Римма Анатольевна Воронина, они были читателями нашей библиотеки с первого класса. Но было это уже много лет назад, достаточно лет назад. И как должно ребенку понравиться в библиотеке, чтобы он выучился на библиотекаре, вышел сюда же работать. Так что вот они у нас, можно сказать, хранители истории. Они помнят библиотекарей, которые раньше работали, как они общались. А сильно изменилось, кстати, вот то, что было раньше и сейчас? Да, изменилось. Все больше требований к библиотекарю. Ну, нам, конечно, технологии новые помогают. У нас есть электронный каталог, у нас есть сайт библиотеки. Мы всему миру сообщаем о наших садиках. Вам еще приходится как аниматоры работать, когда куча маленьких. Как аниматоры, да. И как аниматоры. Уметь с ними играть. Но самое главное умение – это интересно рассказать о книге. Вот очень интересно рассказывать о книгах у нас Ольга Александровна Мачалина. Дети заслушиваются. Она любит рассказывать им об экологии, о животных, о познавательных книгах. И сразу после рассказа с горящими глазами берут эти книги, которые она им порекомендовала. Давайте поздравим всех. У вас есть такая возможность. Может быть, кто-то сейчас в библиотеке или в читальном зале, чтобы они не забывали книги, не забывали говорить спасибо тем, кто их предоставляет. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Я называю это нашим праздником, но его не назвали День библиотекарей. Его назвали День библиотек. Библиотекам 5000 лет. И всегда очень хорошие люди, очень знающие, которые делают очень много усилий над собой, работали в библиотеках. Я желаю вам верности нашей профессии и любви читателей. Спасибо большое. Это была программа подробностей. Читайте больше. День библиотекарей.